Приветствую вас. Я думаю, что проблема, конечно, есть и у вас, и у вашего молодого человека, вот. Я думаю, что вы на молодого человека проектируете, то есть переносите некоторую свою зажатость, некоторые свои, ну скажем так, подавленности, наверное, так будет. Правильно это сказать. Вот. И у молодого человека, такого активного, такого вот ревнивого, да, и так далее, мне кажется, вы выбрали не случайно, потому что вам самой вполне возможно, что вот этого не хватает. Вот. Вам самой, возможно, кратки вот, нужно вот, какой-то такой активности вам, ну, хочется и хочется, или хотелось какой-то такой вот активности. Вот. Другой вопрос, что возможно, что эта активность сейчас на вас обернулась кошмаром, как это сейчас и бывает. Вот. Но, тем не менее, вам этого хотелось. Тем не менее. Вот. Да, есть проблема личных границ, это правда. Вот. Причем, проблема личных границ, на мой взгляд, не в том, что вы зажат, или не в том, что вам нужно больше личного пространства. Вот. Хотя, и это, наверное, тоже. Причем, проблема больше, как мне кажется, в том, что вы реагируете, вот, довольно-таки, как сказать, довольно-таки болезненно реагируете. Когда мужчина от вас что-то требует. То есть, вас все кипит, и как будто бы вы чувствуете себя под очень сильным давлением. Такое, мне кажется, что вот эта вот злость, которую вы естественным образом ощущаете, на более ранних этапах вам бы и нужно замечать и адекватно ее выражать. Молодой человек, к сожалению, оперирует чувством вины, и молодой человек оперирует, как бы, такими контролирующими, я бы сказал, нотками ваш адрес. Вот. Что, на мой взгляд, не может быть чем-то позитивным. Вот. Потому что все-таки, вот, это больше напоминает, знаете, какое-то слияние. Да, вот, молодой человек пытается с вами слиться воедино, эмоционально, психологически, вам этого не хочется, и... А вы, вот, как-то сопротивляетесь, что, кстати, кстати говоря, вполне нормально, ну, вполне нормально это позитивно, чтобы сопротивляетесь. Другой вопрос, ну, другой вопрос, что вы с этим делаете? То есть, ведь отношения можно гармонизировать, любые отношения можно гармонизировать. В принципе, тоже. То есть, я не вижу, здесь какой-то такой серьезный проблем. Вот. Можно гармонизировать. Для этого вам нужно учиться, мне, как мне кажется, учиться слышать себя, учиться слышать себя, учиться понимать себя. Понимать то, что вам хочется, понимать то, что вам нужно, вот, прислушиваться к себе и, может быть, может быть, работать, ну, поработать немножко со чувством вины, которая, на мой взгляд, у вас присутствует, и присутствует, ну, я бы сказал, достаточно сильно. Потому что, мне кажется, что именно чувство вины мотивирует вас на то, чтобы пытаться подстраиваться под молодого человека и пытаться делать вот именно то, что, то, чего он от вас хочет. Вот. Но то, что при этом вам самой не подходит. Вот. Поэтому, мне кажется, что где-то в глубине вас, где-то вот в глубине вас, может быть, есть... Такая вот потребность в любви. Но эту потребность в любви вы, вероятно, пытаетесь удовлетворить через другого человека, не через себя. Вот. Мне кажется, что это прямой путь вот в такую зависимость, в такие конфликты, в такие ссоры, да. Вот. Потому что, ну, объективно, вы даете мужчине надежду, надежду на то, что вы его понимаете, надежду на то, что вы хотите так же, как он. Вот. То есть, почему-то у него уже появилось вот такое желание, да. Почему-то у него появилась такая вот идея, что он может от вас требовать вот, ну, все рассказывать о себе. Вот. С точки зрения психологии вообще и с точки зрения лично моей позиции, это не очень конструктивная история. Потому что это вызывает проблемы, проблемы с нобытностью партнера. То есть, я бы сказал, что, когда один партнер вот в данном случае пытается раствориться в другом, вот, ничего хорошего из этого не получается. То есть, ну, не бывает, не бывает чего-то, чего-то хорошего, а, как-то, вот, делаются попытки, вот, человека, вот, ну, растворить в, ну, вот, в себе. А именно это, мне кажется, и делает ваш молодой человек. Вот. Поэтому я думаю, что вам здесь крайне важно обратить ваше внимание на это, да, и все-таки стараться прислушиваться к себе. И вообще разобраться в твоих чувствах. То есть, как бы, чего вам, например, хочется для молодого человека, и чего вам, например, хочется, допустим, для себя. Я думаю, что если подобный грант вы хотя бы, хотя бы, ну, хотя бы для себя, внутри себя хотя бы проведете, вот, это уже будет успех. Успех, это уже будет хорошо, это уже будет здорово, это уже будет важным шагом вперед, потому что там, вы получите, ну, вот, понимание того, что делать дальше. Вот. Вот такой момент, такой аспект, я бы сказал. Что касается ваших отношений, мне кажется, что они, ваши отношения, достаточно поверхностным. Вот, и поверхностные не только, потому что это первые ваши отношения, вот, и для него, и там, для вас, вот. Мне кажется, что они победностные, в первую очередь, в первую очередь, потому что вас мало что вам связывают. Вот, я бы так это сказал. То есть, вот, во основном, что связывают. Во основном, общего. Вот. И, соответственно, это действительно может быть проблемой. Вот. И это то, на что вам нужно обратить свое внимание. Потому что вы общаетесь пока исключительно только как мужчина и женщина. Вот. Но вы не общаетесь как личности. То есть, именно личностного взаимодействия у вас, к сожалению, практически нет. Вот. А это же очень важная компонента. Очень важная компонента взаимоотношений. Вот. Соответственно, на это я бы хотел обратить ваше внимание. В первую очередь. Именно на это я бы хотел обратить ваше внимание. В первую очередь. Вот. А дальше уже можно будет смотреть. Дальше уже можно будет разбираться. Вот. То есть, в основном говоря, вот, если вам парни говорили, что вы ведете себя как робот, ваше внимание. Возможно, это страх на сближение. Именно. А, потому что, когда вы позволяете себе сплититься с кем-нибудь, когда вы позволяете себе это сделать. А, возможно, для вас это заканчивается вот так вот негативно. По типу, вот, таких отношений с парнем. То есть, у вас либо довольно четкие, прочные, закрытые границы. Либо, наоборот, их у вас нет. Возможно, вы не умеете это делать. А, как-то вот по-другому, да, возможно, вы и рады бы, но не знаете как, не умеете как это делать. Вот. Такое тоже, в принципе, вполне может быть. Если так, то нужно учиться чувствительности к себе, потому что это, вот, вы не добираетесь к себе, да, и, соответственно, ну, я не буду говорить, что легко, но мне кажется, что вот, скажем так, возможно, 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 надавите вам на жалоб. Вот. Или на чувство вины вам надавить. Вот. И вы с легкостью можете сделать то, что хочет человек, а потом злится. Вот. Знаете, поэтому тут вот нужно именно с лишними границами в конструктивном смысле этого слова поработать. Мне кажется, что вы именно боитесь влиять. Мне кажется, что подобная закрытость, вот как уж, как вам говорили ваши знакомые, она ведь может быть разной, эта закрытость, понимаете, и не обязательно в ней что-то плохое. То есть, ну, ну, есть закрытость, ну, и что, ну, как бы, я не вижу в этом особых проблем. Знаете? Но, если вам в этом комфортно, как вы говорите, лайтово общаться. Хорошо. Вы можете лайтово общаться. И с мужчинами. Вот. Для этого не нужны, а только, вот, для этого нужны, я бы сказал. А, просто, ну, более, а, более выраженные личные границы. Личные границы. Вот. Чего у вас, видимо, ну, вот, не, нет. Чего у вас, видимо, нет. К сожалению. Вот, вот. Ну, повторюсь. Вот. Это не критично. Вот. Все это можно, можно поправить. Ну, вот. Ладно, чтоб вы хотели это делать. Да? Вы хотели этим заниматься. Вот вы пишите, я боюсь, просто, обслужение отношений. Вот. Вот. Да вы пишите, мне нужно 24 на 7 уделять ему внимание. Ключевой момент здесь нужно. Почему вы считаете, что вам нужно? Это уже не свободно. Но почему-то, почему-то вам нужно. Вы себя уже здесь, что делаете, заставляете. Вот это ключевой момент. Почему-то вы себя заставляете это делать. Ну, вот. Я бы сказал, я бы сказал, что это, ну, очень важно. Очень важно. Вот. Что вы в отношениях себя заставляете. Ну, вот. Что вы не делаете это, потому что хотите. То есть, кому-то могла бы пройти такая модель отношений. Вам она не подходит. Вот. Но удивительное дело, в нее вы именно попали. Вот. Это не случайно. Я не хочу, чтобы вы думали, что это случайно. Вот. То есть, все, что вот с вами происходит, да, это не случайно. Где-то вы себя нажимаете, где-то вы себя раскрываете, вы не очень хорошо понимаете, где вот это вот происходит, где происходит переключение, вы, может быть, не чувствуете, не чувствуете. И вот, как бы, разлагаю трудность, трудность. Вот. Так, он начинает тревожить, у меня начинает истерика, начинает злиться, у меня внутри все кипит. Вот. С этим тоже поподробнее нужно, Вероника. Потому что вы, с одной стороны, говорят, что это истерика, довольно сильное чувство. Истерика. Я бы, вот, предложил бы, поисследовать всего, разобраться что-то, что это вообще такое, да. Вот. А злость, злость же, на мой взгляд, как раз таки, вот то, что у вас все кипит, это вот те моменты, где вы себя подавляли и не выражали человеку того, что вам хотелось бы. Вот. Хотелось бы. Вероника. Вот. То есть. Вероника себя заставляли этого не делать. Вот. Хотя, сделать это, вероятно, нужно было бы. Тогда, тогда бы, может быть, и мужчина не тешил бы себя, себя иллюзиями относительно того, допустим, чего от вас ожидать. Мужчина тогда знал бы, что вот вы такая, что по-другому вы, там, действовать не будете. По-другому двигаться вы не будете. Ну, в отношениях, я имею в виду. Понимаете? Вот. А так получается, что вы сами себя предаете. Вот. Ну, в целом, в целом, с точки зрения психологии, модель отношения устраиваема вами, точнее, в данном случае, почему-то молодым человеком. Вот. Обратите внимание, что именно молодой человек определяет вектор ваших отношений. Вот. Лав, как будто бы, нет. То есть, все в руках молодого человека находится. Эта модель, в целом, я бы сказал, деструктивная, потому что она предполагает, именно, вот, исчезание одного партнера. Ну, то есть, полагается, что один партнер, по сути, вот, ну, капитулирует, получается. Вот. И это... всегда довольно стрессовая сторона. Вот. На что вы реагируете, собственно говоря, стрессом? Это вполне нормально. Ну, не нормально. Так, что так реагирует, мне, по крайней мере, кажется. Да вот. Поэтому, рекомендую вам на эти моменты обратить свое внимание и после этого уже решить, что делать дальше. То есть, когда вы разберетесь в себе, когда вы, может быть, ну, может быть, лучше себя станете понимать, вот, тогда вы, вероятно, уже сможете двигаться дальше. Вот. Сейчас покажу, что у вас такой возможности нет. Вы ищете виноватого здесь. Вы говорите, ну, вот, у кого из нас проблемы. Вот. Мне кажется, что это путь в никуда. То есть... не искать нужно виноватых, а в первую очередь разбираться в себе. Вот. В первую очередь исследовать себя, вот, свою реакцию, вот, свои... свои чувства. Вот. И уже потом у вас появится возможность что-то подкорректировать, так как удобно и хочется вам. У этого есть своя цена. Вот. У вас в прошлом есть опыт, когда вы уходили от людей и потом возвращались, и отношения уже не было такими, какими они были до. Это нормально. Вероятно, вы боитесь, что из-за вашей такой сухости, как вы ее называете, у вас не будут складываться отношения. Вот. Я бы сказал, что это ложь, потому что все люди разные, вам надо найти свой баланс между активностью и пассивностью. Так или иначе, если вы не будете собой, то ничего хорошего с этого не получится. Вот. Поэтому я бы рекомендовал вам, как бы, работать в первую очередь, вот, ну, вот, в таких направлениях. А дальше уже, я полагаю, будет видно. Вот. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что это дало вам пищу для размышлений. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Субтитры подouse. Продолжение следует...